Ну что ж, давайте подведем общие итоги короткой программы. О наших фигуристках уже поговорили. У нас остались две иностранные участницы. Рика Кихира и Брэдди Теннил. Что касается Рики. Вполне возможно переволновалась. Все-таки российский десант в виде четырех фигуристок. Хотя, как я уже ранее говорил, Рика должна быть закалена в этих боях. Она выходила и против пяти наших фигуристок. Но действительно в ее катании чувствовалась какая-то нервозность, какая-то осторожность. И также была определенная суета. Эта фигуристка, конечно, катается здорово. Но в этот раз было ощущение, что катается какой-то каркас без фундамента. Не хватало ей какой-то внутренней энергии. Которая, например, в этот раз сочилась из Алины Загитовой. Поэтому в целом проката Рики не удался. Посмотрим, сможет ли она реабилитироваться в произвольной программе. Брэдди Теннил уступила более успешно, чем Рика. Как-то я даже подобрел в ее отношении. Потому что странным образом больше хочется даже похвалить, нежели отругать. Владение коньком у Брэдди очень неплохое. А вращение, учитывая ее рост, так они просто отличные. Будучи достаточно высокой фигуристкой, иметь такую приличную скорость на вращениях – это очень здорово. Ну и в целом все было неплохо, за исключением начала. Ее начальная хореография просто ужасна. И также каскад был не очень хорошо сделан. Был недокрут на тулупе. Просто ей нужно найти как-то свое платье, которое будет очень здорово на ней сидеть, и поставить ей нормальную хореографию. Чтобы ее руки были наполнены грацией, а не напоминали какую-то витриную мельницу. Каждому фигуристу, фигуристке нужна своя огранка. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей. А когда тот или иной алмаз попадает вообще не в те руки, то и не стоит ожидать, что получится в итоге бриллиант. Вполне можно алмаз превратить в известняк. Так что действительно фигуристка неплохая. Проблема исключительно в подаче, в хореографии и в умении правильно интерпретировать программу. Ну и если вкратце снова пройтись по нашим фигуристкам, что касается Саши Трусовой. Безусловно, это несправедливо и нечестно, что четверные прыжки запрещены в короткой программе. И здесь понятно стремление Саши и тренерского штаба как-то это компенсировать включением вот этого тройного акселя. Но все-таки нужно учитывать физические особенности каждой фигуристки. И это будет большое чудо и большой сюрприз, если Саша будет стабильно прыгать тройную аксель, полностью докручивать, нормально с него выезжая. Что касается ее каскада Луц Риттбергер, будем надеяться, что он станет стабильным. Но в произвольной программе ждем Саши на невероятные четверные прыжки. Аня Щербакова замечательно откатала, наконец-то сделала свой максимум и получила соответствующие оценки. Замечательный музыкальный, замечательный артистизм. В этом плане все было прекрасно. Алина Загитова очень удивила. В этот раз не было никакой тяжести. В катании чувствовалась мощь, энергия. И все было именно бодро, а не уныло. Отличные прыжки показала Алина. Ну и также замечательная дорожка шагов, прям по-настоящему полная энергии. Так что прокат очень понравился. Был одним из лучших сегодня. Ну и Алена Косторная, это воплощение фигурного катания, сделала все элементы совершенно замечательно, получила заслуженные баллы. Жаль, никак не получается 50 за технику. 52 соты ей не хватило. А так, конечно, просто прелесть. Я бы сказал, это одновременно было и нежно и строго. Как-то деликатно. Что-то вот такое, что нельзя однозначно описать. И в этом также есть свой шарм. То есть была какая-то непонятная смесь. Одновременно в некоторых местах чувствовалась утонченность, а в других, наоборот, развязанность. То есть это был просто прелестный коктейль, который, я думаю, многие зрители с удовольствием выпили. Так что, в общем и целом, короткая программа в соревновании женщин полностью удалась. Ну а самое интересное ждет нас впереди. Это произвольная программа. И бояться нужно начинать уже сейчас. Продолжение следует...